Герои, какой бы национальности, веры или возраста они ни были, всегда остаются героями для своей родины. И наши герои во все времена совершали невероятные подвиги. В 1612 году плечом к плечу защищали свою государственность в борьбе с польско-литовской интервенцией. В 1812 году вместе отражали нашествие Наполеона. В 1941-1945 годах спасали мир от фашизма. Сражались за нашу общую родину, за жизнь и свободу всего человечества. Всегда русские воины вставали на защиту своей родины, считая это своим важнейшим долгом. 16 ноября 1941 года под Москвой в районе Волоколамска шли ожесточенные бои. Здесь держала оборону 316-я стрелковая дивизия генерала Ивана Панфилова, созданная из добровольцев разных национальностей. Когда в атаку пошли немецкие танки, поддержанные пехотой, выход был один — защищать столицу ценой собственной жизни. В течение четырех часов советские бойцы героически сражались в неравном бою с немцами и сумели уничтожить 24 танка противника. А в 1943 году мужество и героизм проявили наши солдаты при форсировании Днепра. За это они удостоены звания Героя Советского Союза. Узбек — пулеметчик 4-й стрелковой роты 1031-го стрелкового полка, рядовой Садык Алиназаров. Казах — помощник наводчика противотанкового ружья 7-го гвардейского кавалерийского корпуса гвардии рядовой Жумагали Калдекараев. Татарин — разведчик 325-й отдельной разведки 246-й стрелковой дивизии сержант Анвар Калиев. Осетин — стрелок 5-й роты 182-го стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии гвардии рядовой Игорь Машков. Башкир — командир орудия 75-го артиллерийского полка младший сержант Газис Мургазалимов. Еврей — командир отделения 163-й стрелковой дивизии сержант Моисей Хохлов. Мардвин — радист роты связи 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии старший сержант Андрей Щукин. 30 апреля 1945 года старший сержант Николай Масолов, рискуя своей жизнью, вынес из-под огня немецкую девочку. Это событие стало сюжетом памятника воину-освободителю в Берлине. История произошла в самом конце войны, в Тиргартене, одном из центральных районов германской столицы во время боев за взятие Берлина. Солдаты 79-й гвардейской стрелковой дивизии под началом Василия Чуйкова обнаружили вражеские войска, которые защищали бункер Гитлера. Незадолго до решающей атаки воцарилась тишина. И вдруг в этой тишине прозвучали крики маленькой девочки, которая звала маму. Их услышал Николай Масолов и бросился на помощь. Укрываясь от осколковый пульт, он дополз до ребенка, взял на руки и понес. Девочка начала кричать еще громче. Тогда, чтобы крик ребенка не выдал его немецким солдатам, он попросил своих прикрыть его, и советские воины ответили шквальным огнем. Под прикрытием этого огня сержант Масолов невредимым добрался до своих и передал спасенного ребенка в штаб полка. Вадим Мацкевич — человек, остановивший Третью мировую войну. Мацкевич родился в 1920 году в Новочеркасске. Он начал изобретать с раннего детства. В 16 лет создал первого советского робота, которого экспонировали на Всемирной парижской выставке. В военные годы служил летчиком-испытателем, но изобретения не бросил. В 1950 году началась война в Корее, которая фактически превратилась в противостояние между СССР и КНР с одной стороны и США и их союзниками с другой. И Мацкевич, узнав об огромных потерях советской авиации, решил придумать уникальное устройство. Дело в том, что американские истребители использовали в то время радары, которые видели советских пилотов уже за 2,5 километра. Тогда как наши летчики могли увидеть противника лишь за 150 метров. Гениальный инженер разработал станцию предупреждения «Сирена», которая обнаруживала американский самолет с включенным радаром за 10 километров. Маленькая коробочка весом 2,5 килограмма могла предотвратить Третью мировую войну. «Сирена» попала на фронт. В небе над Кореей установился паритет. Американское командование отказалось от ударов по Китаю. Историки считают, что благодаря изобретению Мацкевича угроза начала Третьей мировой войны миновала. За свои достижения инженер получил Орден Красной Звезды. Субтитры создавал DimaTorzok